Продолжение следует... Продолжение следует... У нас с детства внутри сидит машина, убийство, грубо говоря, которое рассчитано на то, чтобы уничтожать болезни. Болезней нет. Ну, просто с детства. Нет болезней, нет паразитов. И, насколько я понимаю сейчас, чем чище ты держишь ребенка, чем у тебя дома чище, чем он меньше болеет, тем, скорее всего, он заработает аллергию. То есть иммунная система заведена, бороться ей не с кем. Она в какой-то момент начинает бороться с апельсиновым соком. Просто потому, что ей не с кем бороться. А по версии... Аллергия – это болезнь чистых рук. Антона, у нас приправилась болезнь чистых рук, да? Есть еще психосоматика, например. Ага. Полина Мансурова психолог, она о своем, как всегда. Слушаю. То есть болезней нет, есть только то, что у нас в голове. Наши представления. Окей. Дело в том, что нельзя забывать о психосоматических проявлениях. И получается, что вся эта история общемировая сводится, на самом деле, к одному маленькому импульсу одной мамы, которая, держа ребенка на руках, принимает в какой-то момент решение. И здесь, мне кажется, очень важно, из какого импульса идет принятие решения. Да, есть статистика мировая. Это важный компонент. Важный компонент. И есть мое отношение к моему ребенку и к себе, и к своей жизни в целом. И насколько я в порядке, когда я принимаю решение делать прививку. Если я в расколбасе, и потому что так сделала моя подружка, и я должна делать, я этот импульс передаю ребенку просто-напросто. И могут быть побочные эффекты. Может быть, все что угодно. То есть вопрос все-таки... В очень частном и очень таком конкретном моменте. Хорошо. Когда принимается решение. Полин, услышали. А передайте, пожалуйста, микрофон Олегу Игоревичу Паку. Он у нас всю программу молчал, но все-таки придется. Нет, отмолчаться не получится. Я не собираюсь отмолчать. Просто хотел высушить позицию всех приглашенных гостей. Знаете, две вещи, которые бы я хотел сказать. Вы правильно сказали, горе от ума. Да. Россия одна из тех стран, которые разбираются во всем. В экономике, в финансах, в ядерной физике. Знаете, сейчас мы затронули тему медицины. То есть, а между тем, получить образование, диплом. В футболе еще. Да, в футболе, да, во всем хоккее. Я к тому, что и все это обсуждают на кухне, в майке, знаете, там, и все в этом эксперты. С определенным заключением. Второе. Уровень развития медицины – это уровень развития общества. То есть, мы совершенно спокойно можем вернуться в 17 век, когда люди умирали, были целой пандемией от натуральной оспы. Вот мы сегодня обсуждали вопрос с Александром, что в 78 году Всемирная организация здравоохранения приняла решение, что во всем мире натуральная оспа побеждена. И вы обратите внимание, если здесь сидят люди, которые старше 78-го года, у нас у всех на правой руке есть там, да, шрамчик. А у кого-то даже два. А у всех, кто сидит младше 78-го года, у них нет на правой руке от натуральной оспы. Вот. Благодаря прививкам мы все тут живем. И в том числе противники. Ну, оспы побеждена, зачем, действительно. Хотя в последнее время появилась. Ну, это сейчас ставится разный вопрос, что это биологическое оружие, какое-то там вытащили, знаете, из глубоких там архивов и так далее. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если мы будем отказываться сейчас от прививок, детская смертность резко возрастет. Вот. Я сам воспитываю у четырех детей. У нас никогда не возникало дома тема делать прививку или не делать. Надо действительно выбрать время, когда ребенок будет здоров, соматически, когда у него не будет каких-то там противопоказаний. И довериться специалисту. Слава Богу, сейчас уже можно сказать, есть центры вакцинопрофилактики, есть специалисты, кто непосредственно этим занимается. А не те, кто там где-то на заборе тоже много чего написано. Еще один аспект, который я хотел согласовать. Боязнь беженцев или как мы их называем сейчас, гастарбайтеров из Средней Азии. Я сам родился в Ташкенте и вырос там 20 лет. Я начинал учиться там в Средневекомедицинском и Педиатрическом институте. Три года я заканчивал здесь. Так вот, хочу сказать, что календарь их прививок, он идентичен нашим прививкам. Там действительно была вспышка полиомилита одно время, да, и даже выходил приказ несколько лет назад, да, к этому подходить более детально. Но статистика говорит, что ни в прошлом году, ни в позапрошлом году у нас ни одного пациента здесь не было с полиомилитом. Равно как и не было с краснухой, равно как и с не было и с другими. Было 9 заболеваний мингококко-инфекцией, 5 из них было непривитых. Вот это говорит о чем-то. Как клюш, действительно, высоченная вспышка, когда мы стали отказываться от АКДС. От сорбирующих, как клюш, дифтерия столбнячная. Мы стали делать более мягкую, АДС-М. От сорбирующих, дифтерия, столбняк, как клюш, не стали делать, понимаете. И резко вспышка к клюшу пошла, в том числе и у взрослого населения. Поэтому сложно нам сейчас здесь говорить о том, надо или не надо. А если мы будем отказывать, вот вы отказались, моя соседка отказалась сейчас от прививок вообще, правильно? Дальше вы сказали, что вы перешли на стопроцентную гемиопатию. Много таких людей. И действительно, мы слышим их мнения, особенно они вот кумулируются в интернете, в каких-то сообществах и так далее. Мы можем откинуться на 17 век обратно. Мы можем уйти от современной медицины. И следующий шаг, это будет уринотерапия. Следующий шаг, это будет роды в ванной, а потом еще что-то, понимаете. И колдовство, там все остальное. Последний момент, хочу сказать, я 7 лет занимался, был доверенным врачом, групповым врачом Австралийского Новозеландского посольства. Все детишки, кто уезжал туда, и не только детишки, взрослые, кто уезжал в Австралию, в Новую Зеландию. Ну, естественно, это детишно было и в Канаде, и в Южной Африке, и в Америке. У них у всех был такой большой-большой список вакцинаций, которые они прошли. Я хочу сказать, что если бы там не было каких-то вакцин, которые они приходили, а я был глаза и уши их медицинской службы, если я писал, что этот пациент не приведет, я вас уверяю, въезд в ту страну был просто заказан. Поэтому, если вы вдруг планируете когда-нибудь, чтобы ваш ребенок поехал учиться, либо еще что-то там жить, то 100% вы выпадете, потому что современные цивилизованные страны, они все прививаются. Людмила, уже долго просит слово. Я хочу сказать, как детский психолог, который смотрит в глаза этим мамочкам, которые принимают решение отказаться от прививки. Нет, они не хотят отказываться от прививки в большинстве своем. Мамочкам дали право выбора, а что делать с этим выбором, не сказали. И вот она поднимает этот вопрос, и когда ей снимаешь эту тревогу, вот она на форум пошла в интернет, самая простая, да, мамочка в декрете, и давай там читать эти страшные слова. Да мы в еду, в пищу больше употребляем этих страшных слов, чем вот прививки они есть. И когда ей эту тревогу снимаешь, когда с ней разговариваешь, когда возвращаешь ее на землю, что есть инфекции, которые смертельно опасны, которые впоследствии принесут вред такой здоровью и качеству жизни ребенка, который, ну, никогда ты не исправишь. Мамочка успокаивается. И на форуме нет же, там под никами все пишут какие-то странные статистики. И когда она к этому приходит, когда ты ее заземляешь, когда она успокаивается и направляешь ее к своему доктору. Идите, поговорите с доктором. И она идет к своему педиатру. И у меня не было ни одной мамочки, которая бы не сходила бы потом к доктору и не привила бы ребенка. Вот тут у нас уже времени так много. Я уверен, вот я точно знаю, да, что у Елены, она не сидит на форумах, у нее все в порядке и с уровнем тревожности, и с самооценкой. Просто это такая позиция. Да, это такая позиция. Но ко мне приходят еще и такие мамочки, которые мечутся в тревоге. И не делают, потому что им никто не подсказал и не обратил внимания на страшные последствия отказа. Так, у нас еще есть молодежь, юное поколение. Саша, слушаю вас. Я вообще за прививки, я за то, чтобы родители делали детям прививки, но, как уже сказали, должен быть индивидуальный подход к каждому ребенку. И я считаю, что врач должен соблюдать все правила прививочного дела. То есть он должен проверить, есть ли у ребенка аллергические реакции, здоров ли ребенок, есть ли у него какие-то обострения, может быть, обострение какого-то заболевания. Вот и здесь я тоже слышу одно и то же, ото всех. Нужен индивидуальный подход. Господа хорошие, а что мешает-то? Есть действительно какие-то проблемы, которые мешают? То, что мешает, то, что я сама прошла через поликлинику, муниципальную, почему из нее ушла, потому что огромные очереди. Я считаю, что это просто определенный поток, определенный наплыв. Врачи тоже люди, на ребенка отводится определенное количество времени. Это определенная такая работа, как в механической мастерской. Вот у тебя есть столько-то времени для того, чтобы посмотреть, узлы работают, не работают, все быстренько написали, менять, не менять колесо, что там дальше, пошли следующие. Вот фактически такой поток при подходе к живому человеку, хоть и маленькому, имеет свои определенные риски. Все почему-то сейчас очень корректно мы говорим, и никто не хочет сказать так, как это есть. Прививка – это всегда риск. Ну, прямо вот честно, это риски. Да, есть плюсы, есть минусы. Плюсов я считаю больше. Кто-то считает минусов больше, но это всегда риски. И с этими рисками, почему такие еще проблемы возникают у родителей, потому что с этими рисками ты вынужден оставаться один на один. И недавно я оказалась в такой ситуации, когда я осталась один на один с тем, что с моим ребенком что-то происходит, мне никто не может сказать, что происходит. Мама, ждите. Мы поймем со временем. Надо ждать, надо разбираться, надо еще что-то. А вот твой родной человек лежит, ему плохо, ты ничем не можешь помочь. Вот о чем идет речь. Мы на сегодняшний момент, родители, должны понимать, что да, прививки – это риски. Но плюсов, еще раз говорю, скорее всего, я считаю, это в этом уверенно, что научная медицина доказана, что плюсов больше. Это нужно делать. Есть статистика, есть положительные результаты, это современный цивилизованный подход к работе с эпидемиями, с болезнями и так далее. Надо понимать, что с этим будет происходить дальше. Просто вот эта информационная компания, будет прививка, и может быть вот это, и это, и вы должны понимать, что с этим дальше делать. И как? И к кому обратиться? И кто дальше несет ответственность в этой цепочке? И как родителям дальше с этим жить? Вот я считаю, что этого, может быть, не хватает. И поэтому родители этот вакуум компенсируют, ну, может быть, от своей лени, тоже социальная функция, да? Мы же с ней не рождаемся с ленью? Соответственно, не ищут материал, не образовываются. Возможно, нет какой-то компании, которая бы давала возможность этой информации. Получаем то, что получаем. Саша? Я хотела бы вот прям на секундочку. Мы с Людмилой перед программой говорили на эту тему, поскольку мы практикующие психологи. И вот, Людмила, если можно, да, подход к мамочкам, когда, представьте, вот если вдруг, не дай бог, у ребенка что-то случилось, как вы объясните? Как объясните что? Я могу, я только успокаиваю мамочку и отправляю ее к доктору. Как объясните, то есть, если представить такую ситуацию, что вы не сделали прививку, ребенок заболел, как вы объясните и чем обоснуете, что не делали прививку болеющему ребенку? Ну, смотря чем ребенок заболел. Если он заболел вакцин управляемой инфекцией, то, конечно, ответственность, прежде всего, должна возлагаться на родителей в плане того, что они долго, нудно, не слушая никаких аргументов, от нее отказывались. И такие случаи тоже и в нашей современной практике. Каждый день мы практически с этим сталкиваемся. И массовое обследование, раннее выявление туберкулеза, потому пример, что от МОНТО отказываются потом, врачи настаивают на посещении фтезиатора и там обнаруживают и открытые формы, и закрытые формы, и так далее. То есть, смотря чем заболел ребенок. Если после прививки возникла какая-то реакция на прививку, она тоже имеет место быть. И врачи, как правило, всегда на приеме объясняют, что, возможно, после прививки в течение двух-трех дней то-то, там, подъем температуры, местная реакция, там, делать надо вот так, вот так и вот так. И у нас мы обязаны отследить вакцинальную реакцию. А вот есть еще, конечно же, есть группа состояний, как осложнения после прививок. Они встречаются крайне редко. То есть это единичные случаи. Но они, конечно, они встречаются. Я вынужден заканчивать программу, потому что время уже все-таки подходит к концу. Но давайте на позитивные ноти, что они крайне редки. Нота у нас будет позитивная. Хорошо. А подводить итоги все-таки... Я отойду от традиции и не дам микрофон кому-то для подведения итогов. Подводить итоги буду сам. Дорогие организаторы здравоохранения, услышал только одно. Информирование населения хромает. Чаще в народ, судя по всему, надо ходить. Чаще нужно ходить на эфиры общественного телевидения «Примурья», к примеру. А мы, в свою очередь, видимо, редко приглашаем. Значит, и наша есть своеобразная вина. А если серьезно, то здесь не только горе от ума. Здесь, судя по всему, есть две стороны одной медали. С одной стороны есть, да, горе от ума. А с другой стороны, вот буквально недавно в Китае завершился огромный коррупционный скандал, где основой были так называемые некачественные прививки, которые варили, собственно говоря, чуть ли не на кухне. Огромное количество фармацевтических фабрик фальсифицировали эти самые прививки. В результате дети имели серьезные реакции, как аллергические, так и, собственно говоря, поствакцинальные проблемы. Проблемы, видимо, существуют и в чистоте вакцин, и в чистоте препаратов, входящих в их состав. В любом случае, у нас организмы у всех нежелезные. Проблема и есть, но, Ирина Николаевна правильно сказала, нужно оценивать, где больший вред – от вакцины или без вакцины. Наверное, на этом и закончим. Это была программа «12». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова